Слушайте Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, программа «Диагноз недели». Я напоминаю, что в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. И мы напоминаем телефоны прямого эфира. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете звонить, активно участвовать в нашем разговоре. И опять-таки соглашаться, не соглашаться, приводить какие-то свои примеры из жизни, спрашивать, может быть, просить, пояснить какие-то моменты. И я также напоминаю, что можно писать, если вы стесняетесь, может быть, говорить в прямом эфире, можно просто написать нам сообщение в WhatsApp, номер его 230-6191, 230-6191. И поговорим, я понимаю, сегодня про интеллект. Действительно, есть такая очень грубая поговорка, если ты такой умный, почему такой бедный. Интеллект, нужно ли быть умным? Вот такая тема, которую сегодня Резник Мартов нам предлагает к обсуждению. Давайте для начала зададимся вопросом, кому нужно. Самому человеку, окружающим его людям, государству, в котором он живет. И тут наталкивается интересное открытие, думайте, государству. Потому что, помните, у Стругацких в «Трудно быть Богом» была фраза «Умные нам не надо, надо бы верные». И эта фраза вроде из фантастического романа, но мы обратимся к любимым мною китайским классикам. Еще Лао Цзи писал, что хороший правитель держит животы подданных полными, а головы пустыми. Экклезиас, многие знания, многие печали. Да, кто-то еще из китайцев, легисты, по-моему, вообще считали, что слишком умные никому не нужны, и вообще их надо отстранять и убирать, потому что они многоумничают, потому что они мешают государству идти своим ходом. То есть, по их мнению, государству люди должны были работать, земледелием заниматься. Огонь по штабам, короче. А те, кто многоумничают, они отвлекают от земледелия и мешают государству жить своим правильным путем. Тут мы перескакиваем немножко в современность. И я помню уже много лет, как у нас популярная история периодически в интернете, в частях звучат крики «Нас оболванивают!» нас дебилизируют, идет дебилизация населения плохим образованием, идет дебилизация тупыми телепередачами, тупыми телешоу и так далее, и так далее, и так далее. И мне всегда хотелось спросить, ну, ладно, можно держать головы населения пустыми в Древнем Китае, но как можно дебилизировать человека и сейчас, когда есть доступ к информации, начиная от крупнейших библиотек, университетских в том числе, ко всей литературе, на пиратских сайтах, на официальных сайтах, курсы образования, то есть источники знаний практически не ограничены. Но все все равно выбирают посмотреть мемы с картинками, анекдоты почитать? Не все, но многие. И возникает вопрос, так ли уж трудно было древним китайцам держать головы подданных пустыми, потому что подданные, когда у них есть свобода выбора, совсем не всегда выбирают такой интеллектуальный путь развития. Вопрос, почему? Вот я к этой передаче готовюсь, посмотрел много разных материалов на эту тему. Ну, как мы знаем, есть такое священное слово IQ. Коэффициент интеллекта, которым начали мерить интеллект у всех, и из-за этого далеко идущие выводы. И началось это, по-моему, еще в 20-каком-то году прошлого века в Америке, когда некий психолог, ученый делал массовые исследования IQ с помощью тестов в школах, отслеживал будущее детей с высоким IQ. И нашел интересные вещи. Нашел, что да, большая часть людей в высоким IQ реализовали себя в самых разных сферах, добились успеха, стали учеными, бизнесменами, врачами и так далее, и так далее, и так далее. Но не такая уж малая часть людей с этим высоким IQ так и осталось, в общем-то, кто пошел работать с продавцами в магазин, кто пошел работать с щеком, то есть на работы, не требующие высокого уровня интеллекта. Кроме того, я сейчас не хочу принизить людей, которые работают в торговле, я говорю о том, что обычно высокий IQ подразумевает некая научная деятельность, требующая нестандартных, не банальных интеллектуальных усилий. Всем нам известны ситуации, когда дети вундеркинды ошеломляют своим интеллектом окружающих. Насколько я помню, помните, были две сестры шахматистки, чемпионки в Венгрии? Да, вот я забыл фамилию их отца, который как раз-таки вот целенаправленно их выводил. Выводил, да. Он выбрал себе жену с высокими на них IQ, он растил их со специальными, сам давал им образование, они стали шахматистками высокого класса, и это такое пример вроде бы позитивно. Насколько стали они этого счастливы, я не знаю. В то же время есть масса... В принципе, вот одна из них, она даже соперничала, Юдит Полгар. Полгар, да. Полгар, да. Вот. В то же время есть масса историй о детях мундеркинных, которые поступают в 11-й венажнице в университет. То есть, они за пару-тройку лет заканчивают программу средней школы и поступают в университет. И была та же в Америке, сейчас забыл имя, нашел эту информацию, девочка, которая была потрясающей интеллектуалкой, она в 12 лет поступила в университет, но когда ей надо было заканчивать, сдавать экзамены, она не стала их сдавать, она пошла работать официанткой в какой-то бар, а дальнейшая у нее была такая странная судьба, если верить интернету, она стала девушкой по вызову и развлекала своих клиентов тем, что во время общения с ними в уме, не прерывая все, решала сложнейшие математические задачи. Тоже такая странная история. Мы знаем историю о бундеркиндах, которые заканчивали жизнь весьма трагически, люди, которые были наделены интеллектом, талантом и так далее. В общем, мы приходим к выводу, что интеллект отнюдь не гарантия счастья и в общем даже не гарантия успеха. Мое поколение, наверное, может привести огромное количество примеров, когда вот эти 90-е тоже сложные годы именно троечники, серые троечники в принципе становились такими успешными бизнесменами, в то время, как отличники перебивались вообще на хлебе и воде и в общем-то очень тяжело переживали какую-то такую вот смену парадигм. на эту тему интересную я нашел статью. Есть некий профессор психологии Роберт Стернберг, который стал рассматривать интеллект не просто как такое отдельное качество, позволяющее хорошо играть в шахматы, решать математические задачи и так далее. Он разделил интеллект на три составляющие аналитический интеллект, творческий интеллект и практический интеллект. Ну аналитический интеллект это как раз название вырис само за себя. Это способность анализировать информацию, расслаблять по полочкам, делать выводы и так далее. И обычно IQ измеряет именно те тесты на IQ измеряет именно аналитический интеллект, все остальное особо не затрагивая. Вторая часть это творческий интеллект, то, что сейчас мы словом креативность, то есть когда мы способны проанализировав некие материалы, делать неожиданные выводы, находить неожиданное применение и тому подобные вещи. То, что на самом деле как мы знаем многим кажется, финансирование фундаментальной науки кажется бессмысленным. Какие-то странные адронный коллайдер, странные частицы, о которых никто никогда не слышал, вкладываются огромные и зачем все это лучше бы народ накормили. Но вот очевидно все-таки приложение креативного интеллекта дает этому дальнейшее развитие и наш мир меняется. И есть практический интеллект. то, что американцы называют street smart, а по-русски мне кажется лучше перевод словом смекалка. Практический ум. Ум, который находит в себе практическое приложение, ум, который находит в себе применение и благодаря которому люди лучше всего адаптируются в окружающем мире. Ну, мне кажется, если мы возьмем пример, что такое аналитический или креативный интеллект без наличия этого, без смекалки практической, известный математик Перельман, которого хватило интеллекта, чтобы решить сложнейшую задачу, хватило интеллекта, чтобы получить за нее право на достаточно большую финансовую премию, который он отказался, потому что практически ему все это казалось абсолютно ненужным. Его практический интеллект не для адаптации в этом окружающем мире или его аскетической жизни вполне хватает. Я думаю, что мы, если поищем в истории, найдем немало людей, которые человеку обычному покажутся странными, люди, которые проводят свои жизни в кабинетах, делая открытия, которые способны оценить только малое количество людей, или люди пишут книги или картины, которые кто-то оценит, возможно, только после их смерти, и так далее, и так далее. На самом деле, вот, о чем говорит профессор Стеренбарк, что только человек, который сочетает в себе все три типа интеллекта, все три аспекта, аналитический, творческий и практически, это то, что приводит, термин для меня тоже очень странный, к успеху в этой жизни, то есть, ты достигаешь чего-то, когда у тебя все это сложно, и тут, мне кажется, мы упираемся в самые разные ловушки, ну, потому что уже тоже давно известно, что люди с высоким интеллектом, ну, как с машиной, если старый запорожец каждый мог у себя в гараже починить и разобрать, то современную машину, напичканную электронику уже никто в гараже не починит, чем сложнее аппарат, тем больше уязвимых мест, а тем уже, может быть, его сфера применения, не только уже, просто куда больше уязвимых узлов, которые, ну, это тоже уже много раз подтверждалось, что среди людей с высоким интеллектом в среднем высшем в популяции количество людей с различными психологическими проблемами, то есть высокий интеллект очень часто сопряжен с высокой тревожностью, среди людей с высоким интеллектом чаще встречается биполярное расстройство, часто встречается и то, что у нас психосоматические заболевания, например, астма и аллергии тоже очень часто встречаются у людей с высоким интеллектом, то есть трудно рассматривать интеллект в отрыве от личности. Игра разума сразу вспоминается с Расселом Кроу, математик гениальный американский, который страдал как раз-таки вот шизофренией. Правда, фильм, конечно, сделал шизофренией очень такой зрелищной и очень далёкой от реальной шизофрении. То есть всё, что в фильме происходит, настоящая шизофрения так не выглядит. Ну да ладно. И что ещё является уязвимой точкой интеллекта? Как мы, наверное, замечали, и то, что сейчас происходит в мире, в Европе, люди с высоким интеллектом не стремятся размножаться. И некоторые это даже замечают по каким-то генетическим анализам. У людей с высоким интеллектом редко бывает много детей в наше время. А поскольку интеллект тоже во многом передаётся по наследственности, это тоже интересный вопрос. Даже была статья таким шокирующим заголовком, что умные люди когда-нибудь вымрут. Потому что рождаемость в них ниже, воспринимается не реже, а люди не являющиеся высочайшими интеллектуалами размножаются куда активнее. Поэтому что нас ждёт в этом плане время покажет. И вопрос, чего наша передача началась. А на самом ли деле мы хотим быть умными? А на самом деле мы стремимся быть умными, сколько это легко и приятно. И вообще что такое быть умным? Уметь поддержать светскую беседу? Держать в голове огромное количество фактов, цифр, быть таким ходячим компьютером, хотя это тоже кажется абсолютно, ну, имея в руках телефон и гугл, любая информация доступна, её не обязательно держать в голове. Да, сейчас уже есть вполне себе прогрессивные теории обучения, зачем людям что-то заучивать, зачем заставлять школьников, студентов запоминать огромные объёмы информации, когда всё это можно быстро посмотреть в гугле. И в этой теории что-то привлекательное. Вопрос, я это, по-моему, где-то неоднократно обсуждал в фантастических романах, что если вдруг вся электронная цивилизация, а естественно, вдруг она, пардон, накроется. Вдруг люди останутся только с тем, что у них накопилось. Как в 450 градус по фарам это люди, выучившие отдельные книги, только благодарим эти книги сохранились. И на самом деле, мы же знаем, люди любят лёгкие пути. Я думаю, если вы сейчас придёте в школу или в университет и скажете, у вас есть выбор, всё это запоминать, заучь, было всё время с вами, или у вас есть возможность заглянуть в интернет, я подтверждаю, что большинство людей выберет интернет-вариант. интернет-вариант, вопрос, а что интеллект развивает, что его упражняет, где он получает работу. Наверное, работа интеллекта это, когда ты получаешь массу информации из того же интернета, и дальше что ты с ней делаешь, насколько ты способен её проанализировать, насколько ты способен её креативно переработать и найти применение в практической жизни. На самом деле, чем дальше, тем больше мы передаем вопросов достаточно серьёзных. Получить репутацию умного человека, начитавшись всего, достаточно легко. Между прочим, у известного психиатра начала 20 века Ганнушкина была классификация разных типов, там были интеллектуально сниженные типы, один из них назывался салонный дурак. Человек, который способен салонную беседу вполне поддерживать. У него есть некое количество информации, у него может быть очень низкий интеллект, но при этом может быть обрывки информации вполне достаточны, чтобы участвовать в беседе как-то как лего, собирая картинки из этого. Вот. Поэтому у нас всё тот же вопрос, что такое быть умным на сегодняшний день, кому этого хочется и как мы себе это представляем. У кого-то даже была вот интересная аналогия, он говорил, что взять современного интеллектуала и, например, охотника или собирателя с времён верхнего неолита, и вот вопрос, вот какая информация нужна и пригодилась бы она, то есть у этого охотника, он может быть не знает математики, физики, но тем не менее он очень приспособлен, его информация она приспособлена к выживанию вот в этой суровой среде, он знает, какие ягоды можно есть, какие нельзя, знает повадки зверей, знает, как построить укрытие быстро в холодное время, то есть то, чего он лишён, например, современный человек. Вот вопрос, кто из них более умён, вот можно ли вообще измерять вот этот интеллект какими-то вот такого рода шкалой? Это очень корректное сравнение. Во-первых, навыки выживания для них нужен естественный интеллект, но это немножко другая история. Я думаю, если поместить сегодняшнего интеллектуала в времена неолита, ему так же грустно, как охотнику из неолита, который вы сидит в центре Манхэтта на сегодня, допустим. Наверное, никто из них не выдержит давление окружающей среды. Но вообще вопрос остаётся вот конкретно взятому человеку отдельному. И он спросит, если хочется быть умным, скорее всего скажет, да. А вот что это значит и зачем? Каждый вкладывает, наверное, свой смысл в это понятие. Ну, если, не знаю, получить образование, быть хорошим в своей работе и так далее, и так далее. Это тоже, наверное, признак ума. Наверное, есть люди, для которых Старнберг говорил всем о практическом применении, об успехе. Ну да, потому что ведь и Билл Гейтс бросил в своё время Гарвард для того, чтобы уйти в бизнес, и кто бы знал, хотел бы он стать умным в смысле вот просто знаний или так вот достичь успеха. У нас между тем есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, вспомнилось, слушая вашу беседу, вспомнилось, как сын пришёл к отцу и спросил, папа, что такой умный человек? Он сказал, вот раньше в книге по эксплуатации автомобиля писали, как регулировать клапана. А теперь пишут, что нельзя пить омывающую жидкость. Это вот к слову о том, что нельзя мерить, нужно ли теперь людям регулировать клапана в современных машинах. Может достаточно, что не надо пить омывающую жидкость и считаться при этом умным человеком. Каждому времени свои интеллектуалы. Спасибо. Да, позвонить сейчас трудно найти людей, которые способны регулировать клапана в машине, но мы можем найти людей, которые способны в компьютерных сферах войти совершенно удивительные вещи. То есть, я думаю, что на сегодняшний день молодежь в массе своей куда более в этом развита и продвинута, чем поколение их родителей в регулировке клапанов или каких-то других вещах. это мне сразу напоминает знаменитую шутку из Довлатова, когда он говорит, что в какой-то в американской среде в Америке как можно быть интеллигентным человеком, не читая Достоевского. И вот Феркнул, говорит, Пушкин Достоевского не читал, но вот как-то считается умным человеком. Это хороший вопрос, что мы будем путать интеллект с набором необходимой информации, которой не стыдно появиться в определенном обществе. То есть, если это такой малый джентльменский набор, по большому счету на сегодняшний день человек может рассуждать о Толстом Пушке и Достоевском, никогда их не прочитав ни разу при этом. Есть даже книга такая, как рассуждать о книгах, которые вы никогда не читали, я, правда, забыл автора, но он остроумно как раз объясняет, как использовать эту информацию и все. Когда-то же были эти издания Reader's Digest, где книга изложена очень вкратце. Сейчас очень модно одно время рекламировался некий сайт, где, говорит, хотите быть интеллектуалом? Вот мы вам из всех книг, которые нынче важны, сделаем такую выжимку, все, что вам необходимо. Вам не надо тратить дни, чтобы их прочесть, просто прочесть то, что мы приготовили. То есть поддержать беседу, если ты не имеешь дела с, не знаю, профессиональными литераторами, которые тебя быстро выведут на чистую воду, поддержать беседу, упоминая какие-то цитаты. Мы все знаем массу расхожих цитат, самых разных писателей, совсем не все читали книгу, вот откуда эта цитата пришла. Вот опять вопрос все тот же, зачем нужен интеллект, зачем человеку быть умным? Для того, чтобы делать карьеру, для того, чтобы получать уважение в определенной социальной группе, в которой она находится, для того, чтобы выживать в каких-то серьезных условиях. Вот очень модная сейчас вещь развитие, надо развиваться, надо все время работать над саморазвитием, надо стать таким культом. Мне почему-то кажется, что масса людей, известных мне и с большим багажом эрудиции, информации и так далее, они стали такими не потому, что в них звучало тревожное колокольчик, что нужно развиваться, они просто делали вид, что им было интересно, их к этому тянуло, их к этому тянуло, и я думаю, интеллект настолько многолик, вот я, например, стопроцентный гуманитарий, я знаю, что в сфере точных наук мой потолок достаточно низок, я знаю, что я гуманитарий, есть, наверное, некий потолок, только он до конца не проведен, и работать над своим интеллектом на сегодняшний день, это, да, можно сказать, я хочу быть умнее, или я хочу заняться профилактикой Эльцгеймера и учить какие-то новые вещи, но мне кажется, очень важная вещь, это вот искренне неподдельный интерес, его очень трудно симулировать, а уж тем более трудно симулировать для самого себя, если ты начнешь начитывать глубоко неинтересные тебе книги, или изучать то, что тебе, то, что у тебя вызывает отвращение или скуку, ну, наверное, ничего не получится, а с другой стороны, мы все знаем, что есть у каждого какой-то свой потолок, у нас есть выбор, мы можем взять, ну, я опять говорю, недоступно мне матери о книгах, можем взять отличную, хорошую фантастику, качественную, низкопробную, хорошую литературу, мы можем взять хороший роман из билетриистики, что-нибудь такое, есть книги, и каждый из нас с ними встречался, которые требуют большого умственного усилия, где ты продираешься через нее не потому, что тебе скучно, а потому, что тебе нужно на каждом шагу остановиться, задумываться, что автор имел в виду, тебе нужно лезть все в тот же интернет, спасибо, ему же надо сидеть в библиотеках теперь, и находить значение понятий слов и так далее, вот этот вот мне кажется рост, интеллектуальный рост, интеллектуальная самореализация, по идее это должно быть некой потребностью, вот это нельзя наверное это заставить сделать, хотя иногда мне кажется, да проститься мне, что если детей учить, просто учить, да задаваем высокую интеллектуальную планку, да добиваясь, чтобы они прилагали усилия, не какими-то зверскими способами, то наверное в итоге на выходе мы бы получили большее количество людей интересных, глубоких, способных к усилиям и так далее, и так далее. У Быкова была смешная, ну я понимаю, что возможно это была шутка, но он говорил, что в бытность учителем, он понимал, что заставить детей невозможно, и он ведя урок в определенном классе говорил, что ну например вот преступление и наказание, но вам это лучше не читать, вы все равно наверное не поймете, ну то есть он бросал как бы в проброс такую провокацию, и затем когда вдруг он слышал в учительской, что учительница математики возмущается и говорит, что ну там отпетый хулиган в классе назвал ее тварь дрожащая, он вдруг понимает, что очевидно он что-то вот прочитал, то есть вот вдруг у него вот он понимает, что где-то зацепило и ну и вот говорит, да конечно плохо, что так он себя ведет, но тем не менее значит что-то у него вот осталось. Быкова я запомнил хорошую фразу, кто говорил в образовании, у него была отдельная очень интересная лекция о Пушкинском лицее, в котором Пушкин рос всех, вот как это лицей был устроен, система преподавания, кто из него вышел и так далее. И Быков сказал, что я считаю, что ребенок должен быть предельно загружен в школе, но загружен только тем, что ему очень интересно и должен быть преподаватель, который способен этот интерес вызывать и поддерживать. Ну где же таких напасешься на всю страну или на весь мир, к сожалению. Вот, поэтому все с открытым вопросом, нужен ли ум для счастья? Да нет. Горе от ума мы знаем, во многом и многие печали мы знаем, люди с интеллектом, которые участвовали в различных протестных движениях, в диссидентских движениях, мы тоже их знаем, и это то, что привело их к достаточно тяжелым испытаниям в этой жизни. Мне кажется, в итоге, ну поскольку я психотерапевт, а не философ и не учитель духовный, я все равно прихожу в итоге к отдельно взятому человеку. Вот отдельно взятый человек, мне кажется, себе периодически должен задать вопрос умный я, не умный, стараюсь быть умным. Зачем вообще мне быть умным? Возможно, если кто-то искренне скажет, ставь мне в покое, я хочу спокойно жить свою жизнь. Мне на работе усилий хватает, я не хочу совершать никаких дальнейших усилий. И это позиция не заслуживающего осуждения, это осознанный выбор человека, очевидно. Или кто-то может сказать, не требуйте от меня больше, чем то, на что я способен. Но беда в том, что это вот, как бы с чем сравнить? Олимпийские рекорды разные. В беге, там что сейчас учиться, какие-то десятые доли секунды. То есть что-то маленькое, маленькое, то, что мы не заметим вообще, но это делает человека чемпионом. Мне кажется, поскольку мы не знаем своего потолка, если нам интересно и мы сдаём своему уму работу, может, мы продвигаемся на ненамного. Когда-то, когда я много лет начал ходить в качалку, мой тренер говорил, сначала у тебя будут расти веса, прибавляться на 5, на 10, добавить килограмм за полгода или вообще не прибавить, а может, веса и снизиться. Ты, говорит, этого не знаешь, поэтому ты должен заниматься, должен работать. И вот, мне кажется, с нашим интеллектуальным уровнем та же самая история. Нам не дано знать, где наш предел. Мы только можем стараться, если нам хочется и интересно, продвигаться куда-то. Не заставлять себя делать то, от чего нас тошнит, а делать то, что нам интересно, но трудно. Вдумываться, вслушиваться в себя, в окружающий мир, в информацию, которую мы сейчас просто можем захлебнуться, в ней отсортировать то, что называется, зерна от плевел. Сложно, но вполне возможно, если постараться. Вот, мне кажется, это вопрос, мы не будем скорбеть о судьбе поколения. Вот эта фраза нас дебилизирует, ну, если ты не хочешь быть дебилом, тебя нельзя дебилизировать. Если ты не хочешь, чтобы твои дети были дебилами, так занимайся ими, дай им то, что ты можешь дать, то, что есть в тебе. Где-то наверняка есть люди умнее, чем ты сам, которые могут дать что-то и тебе, и через тебя твоим детям. То есть, на самом деле, мне кажется, вот это искренний выбор между тем чего ты хочешь и что якобы положено делать. Это очень важная история. Я знаю людей, которые честно сказали, которые с вами читали много книг, сказали, меня сейчас интересует вкусная еда, хорошее вино, деньги, женщины и так далее. И не дайчик из этого осуждать. Это его, можно сказать, что это его осознанный выбор. Есть люди, для которых чему-то учиться, читать, а свят как дышать, они без этого не могут. А еще никто без этого могут теоретически, но так немножко интересней, но так ты, в общем, становится чуточку насыщенней. И ладно, что ты будешь интересен как собеседник, ты сможешь поддерживать беседу и так далее. Мне кажется, это делает интеллектуальные усилия, ведет человека интересней самому себе. Вот очень часто люди говорят, мне скучно. Ну вот, скучно мне. Ну вот, трудно представить человека, которому скучно наедине с собой, когда у него очень много всего происходит в его сознании. И да, как мы уже говорили, мы за интеллект можем расплачиваться, если нам Бог послал высокий интеллект. Одиночеством. Эти психическими расстройствами, одиночеством, аллергиями, еще кучей-кучей разных вещей. Поэтому, мне кажется, резюмируя сегодняшний разговор, быть или не быть умным, это наш выбор. Частично осознанный, частично бессознательный, частично то, что заложено или не заложено генетически. Насколько никто из нас не пришел сдавать генетические анализы, покажите мне, пожалуйста, где мой потолок, выше которого лучше даже не пытаться лезть. Насколько мы захотим и насколько сможем, покажет только время и наше желание. Ариэль Резник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт в нашей студии, диагноз недели, до следующего понедельника. Спасибо, хорошего дня. Всего доброго.